Что нужно надеть на работу? Есть какие-то вот такие правила, которые надо без угоризненно соблюдать? Вот, Дима, ты совершенно верно отметил, что существуют разные уровни официальности дресс-кода. Есть банковские работники, госслужащие, есть люди, которые работают, скажем так, в рабочих сферах, есть люди, которые работают, предположим, в креативных сферах. И каждый раз мы будем говорить про разные стили. На самом деле правило не сильно отличается в плане открытости или закрытости одежды. Но если, допустим, компания не выставляет каких-то особых требований для дресс-кода... В любом случае в офисе ходить оголенном или в сексуальной одежде, в слишком короткой одежде, с глубокими декольте, расстегнутыми рубашками или короткими, слишком короткими рукавами или в одежде без рукавов, недопустимо. Но ты же сама только что писал «Идеальный офис», когда захочешь в декольте, все эти рубашки расстегнуты. На работе мы работаем. И наш внешний вид, а, должен быть удобным, б, он нам должен, не нам мешать, не окружающим мешать. И он должен вызывать доверие у наших клиентов, партнеров и коллег. Поэтому на работе, например, нежелательно открывать носки ног, пятки ног. Ну, не все здесь с идеальным педикюром. Да и в любом случае обувь в офисе должна быть закрыта, равно как должна быть закрыта грудь, плечи. Не стоит слишком поколять ноги. Если у женщины нет декольте, как же ей доверять-то после этого? Дима, у меня нет декольте, но ты же мне доверяешь. Как же нет-то? Это не декольте. Хорошо, тату. Татуировки... Надо ли закрывать татуировки? Это зависит от уровня официальности компании, в которой ты работаешь. Мы не берем банки, не берем официальные какие-то предприятия. Сейчас татуировки воспринимаются вполне себе нормально. Это не исключительная ситуация. Не исключительная мера наказания. Сейчас люди разных профессий, разного рода деятельности позволяют себе рисунки на теле. Главное, чтобы эти рисунки были, скажем так, экологичными по отношению к окружающим. Не оскорбляли, предположим, их, не содержали какие-то неприличные надписи. И вообще выглядели аккуратно. Скоро будет жарко. Не все офисы оборудованы кондиционерами. Не все окна в офисах открываются. К примеру, в офисах работают девушки. Каким образом и что позволительно в таком случае, когда жарко? Летом, когда у нас высокая температура, на улице, внутри офиса, мы можем использовать тонкие, легкие ткани. Но оголяться все равно не стоит. Натуральный тканик, они позволяют нам значительно проще переносить жару. Потом есть маленькие приемы для того, чтобы, например, сократиться. Какие? Веер завести себе, веер на рабочем месте. Это может быть вентилятор, это может быть веер. Вам рекомендуется пить побольше воды. Причем проблему с жарой чаще испытывают не женщины, а мужчины. Короче, блузку на лишнюю пуговицу растягивать не рекомендуется. Не рекомендуется. Бижутерия и излишняя косметика. Такая проблема есть. Потому что многие дамы идут на работу выходить замуж. Идут на работу выходить замуж. Они такие, здесь корабль на голове какой-нибудь, губы красные. Наверняка существуют какие-то запреты или ограничения. Конечно, конечно. Этикет говорит про это. Этикет говорит про то, что наш макияж на рабочем месте должен быть сдержанным, классическим, желательно нюдовым. Есть такое нюдовый. Нюдовый – это значит цвет нюда, цвет кожи, достаточно сдержанный. Еще одну тему мы с тобой, Оксана, закончили. Увидимся через неделю. Оксана Зарецкая, Дмитрий Шунин, телеканал ОНТ для нашего утра. Спешу. Продолжение следует.